Продолжение следует... Продолжение следует... Я воспитывался и обучался внутри этой традиции, и вместе с рядом коллег на нашем факультете продолжаю эту традицию. Продолжение следует... Мы пытаемся понять, как авторы создавали свои тексты, будь это послание апостола Павла, Евангелие и любые другие раннехристианские тексты. Мы пытаемся понять, насколько вопросы, дискуссии и традиции, окружавшие их, влияли на создание текстов. А также стараемся понять, насколько для нас возможно, со всей суммой наших методов, надежных методологических критериев, вновь обратиться к этим исходным вопросам, традициям, источникам и спорам. Ведь именно понимание этого может стать здравым, принципиальным и надежным основанием для работы с древними текстами. В общем и целом в этом и заключается наша работа, ее основание, то, на что она опирается. Вы спрашивали о темах и целях моих собственных исследований, я занимался синаптическими Евангелиями, вопросами критики источников. Например, знаменитой синаптической проблемой, в отношении которой я являюсь сторонником классической гипотезы, которые нападали с разных сторон, но мы стараемся защитить эту старую гипотезу. Приоритет Марка и теорию гипотетического источника Евангелий от Луки и от Матфея. Это тот материал, который отсутствует у Марка, но является общим для Матфея и Луки. Вот так вкратце выглядит основная гипотеза. Вторая тема моих исследований — Лука и книга деяний. Здесь я, опять же, придерживаюсь вполне классической гипотезы и стараюсь показать, что Евангелие от Луки и книга деяний были написаны одним и тем же автором. Научная дискуссия по этой теме направлена на выяснение того, как эти два произведения связаны. Являются ли они двумя томами одного большого произведения или двумя отдельными произведениями одного автора? То есть, задуманы ли они изначально как два тома, или же книга деяний писалась как позднейшее дополнение после того, как Лука уже давно закончил текст Евангелия? Здесь я снова придерживаюсь классической гипотезы, что Лука по меньшей мере планировал создание книги деяний во время написания Евангелия. Возможно, он еще продумал ее детально, но уже в то время он знал, что напишет отдельный том, в котором он предложит нечто совершенно новое по сравнению с другими Евангелиями, повествование о том, что было после Воскресения. Третий аспект историко-критического метода, который имеет для меня научный интерес, это рецепция Нового Завета в Древней Церкви. И вопрос здесь касается не только экзогезы в ее обычной форме, гомилетика или комментарии, а прежде всего того, как христиане Древней Церкви использовали библейские тексты в литургии, в полемических произведениях, в рамках систематического богословия и даже в историографии, как у Евсевия Кисарийского, на которого большое влияние оказывал новозаветный текст при написании так называемой церковной истории. Историко-критический подход стал классическим в мире академической науки, но к нему часто относятся несколько, скажем так, критически в мире простых верующих, особенно в мире православия, как вы знаете. Что бы вы ответили на это? В ответ на эти опасения или подобную критику, но часто это скорее опасения, чем критика, я бы снова сказал, что необходимо подчеркивать сильные и выгодные стороны историко-критических исследований. И одна из наиболее выигрышных сторон подобных исследований в том, что они являются защитой от фундаменталистского подхода к Библии. Здесь на популярном уровне, показывая пример попытки вернуться к автору, к изначальному автору, к исходной аудитории и исходному контексту, в которых создавались произведения, вы создаете некую стену, которая не дает установиться особым отношениям «я и Библия» или «Библия и я», в которых их ничто не разделяет. Ведь такой подход приводит к фундаменталистскому отношению к библейскому тексту. Вы и сами не заметите, как быстро это произойдет. Мне кажется, этого нужно избегать. Это один из полезных результатов, которые могут дать историко-критические студии. Как я говорил, мои основные интересы — рецепция Библии в ранней церкви. Меня всегда интересовало, как первые поколения христиан, а я обычно занимаюсь периодом до 4 века, иногда 5 века, как они пользовались библейским текстом. Библия воодушевляла, вдохновляла ранних христиан и давала образцы написания истории. Поэтому я думаю, то, что они делали, сохраняет интерес и важность для нас и по сей день. Но основываясь на этом, заявлять «давайте с тем и останемся», ничего нельзя добавлять, это уже слишком. Мне кажется, следующие поколения также имели право голоса в диалоге о Библии, они тоже могли сказать нечто важное. В этом смысле еще один важный момент, о котором я еще не говорил, это помещение Библии в тот или иной контекст. Можно чему-то научиться у отцов, но и у средневековых авторов есть чему поучиться. Как они применяли библейский текст для решения определенных проблем в определенный период времени, для решения проблем, которые перед нами уже не стоят. Ведь хотя бы то, как они подошли к ним, может послужить для нас образцом того, как решить или подойти к схожим проблемам и вопросам, так или иначе связанным с этими проблемами древности. И мне кажется, в этом смысле они все имеют ценность и важность для нас. Профессор, позвольте задать вам вопрос об установлении авторитета библейских книг, ведь он вызывает довольно сильную реакцию в разных церквях. Я думаю, нужно одновременно уметь быть и идеалистом, и прагматиком. Что у нас есть? У нас есть весьма древнее свидетельство того, что имена связывались с определенными текстами, например, Евангелиями. Эти заглавия имена довольно древние, но они засвидетельствованы не с самого начала. Так ведь ни о чем нет свидетельства от начала традиции, и у нас нет рукописи Евангелий первого века. Тем не менее, свидетельства авторства очень древние. Само по себе это немного нам дает, потому что все свидетельства могут быть ошибочными, и менее древние свидетельства могут опираться на более надежную традицию и быть верными. Сами по себе они дают недостаточно. Но другой вопрос, что здесь перед нами? Данные таковы, что кажется, что они много дают, но на самом деле информации немного. Есть имя, но для некоторых имен неизвестно точно, кто эти люди. Матфей — это Матфей, который упоминается в Евангелии. Даже это неизвестно точно. В текстах не сказано, это Матфей — ученик Христа. Даже этого не говорится. Поэтому есть пограничная область знания, так сказать, сумеречная зона, в которой не вполне понятно, что же нам известно. Главное в установлении связи текстов Евангелии с именем автора — это невозможность сказать, «Ага, это Марк, и Марк — это не Матфей, а то, что у Евангелия от Марка определенное богословие, определенный характер, отличающийся от первого Евангелия, от Матфея и от третьего, от Иоанна. У них всех свой характер. Так что за каждым текстом есть автор со своим видением того, что он хочет написать. Он работает в рамках традиций, которые могут пересекаться с традициями других евангелистов. Мы ведь не так много знаем о Луке на самом деле. Это имя мелькает пару раз у апостола Павла, но сам Лука нигде ясно не говорит о связях своего текста с личностью Павла, например. Он нигде не говорит, что Павел — его учитель, наставляющий его в том, как написать Евангелие. Ничего подобного нам не известно. Вполне может быть, что он знал больше него, что у него было знание более надежных традиций, чем у Павла. Так что само имя не дает нам всей информации. Нужно изучать сам текст. Что касается авторства Павла, опять же, это чрезвычайно спорный вопрос, и я думаю, здесь мы имеем дело с комбинацией богословских и филологических аспектов. Явным образом, есть стилистические отличия между некоторыми посланиями, настолько значительные, что они требуют объяснения. Предположим, вы скажете, что у автора с годами поменялся стиль, и 20 лет назад он писал иначе, чем сейчас. Это возможно. Опять же, как нам выяснить это относительно автора, которого мы знаем только по этим его текстам? Важная сторона вопроса — отметить. Некоторые послания, возможно, не являются бесспорно Павловыми, или же мы не так уверены относительно них, как относительно других. Нужно это учитывать. Опять же, одно дело сказать, что происхождение этого текста не Павлова, и другое — этот текст не Павлов. Ведь другой автор мог писать в духе апостола Павла, ученик Павла, человек, который пишет в духе апостола Павла. Поэтому не так важно, Павел ли написал или продиктовал данное письмо. Важнее понять, тот же ли дух, те же ли вопросы обнаруживаются в нем. Но формулировки в тексте иные, поэтому остается опасность, вероятность того, что текст не Павлов, в смысле предельной подлинности. В течение последних десяти лет библеистика в России стала развиваться, и за последние годы даже вышло несколько новых переводов. Что бы Вы посоветовали, как выдающийся эксперт в изучении контекста Библии, чтобы эти первые попытки по развитию библеистики были более плодотворными? Я думаю, для бывших в источно-европейских стран, которым действительно приходится начинать все, если не с нуля, то с весьма ограниченными ресурсами, это большая и сложная задача. Там нет библиотек или их слишком мало, у них не хватает подготовленных кадров, и пройдет много времени, прежде чем появится достаточно квалифицированных специалистов, чтобы вести курс по библеистике или по введению в христианскую традицию на достаточно высоком уровне. Я думаю, на это потребуется очень много времени. С другой стороны, мне бы хотелось сопоставить или провести параллель, если угодно, между ситуацией в бывших восточно-европейских странах и ситуацией, с которой мы сталкиваемся в Западной Европе. И для вас, или точнее, для большей части населения страны, долгое время была недоступна христианская традиция и вера, христианская жизнь. В то время, как у нас все это было доступно людям. Но сейчас, в течение последних десятилетий, знание этих вещей в значительной степени теряется. И это, я боюсь, порождает сложности в Западной Европе. На ваши слова о том, что в бывших восточно-европейских странах налицо невежество в вопросах веры и христианской традиции, я бы ответил, что сегодня в Западной Европе очень распространено невежество в вопросах веры, христианской традиции и христианства в целом. Эта опасность реальна для обеих сторон, она может привести к одним и тем же последствиям. Люди говорят о христианстве, понятия не имея о том, что значит быть христианином, что значит принадлежать христианской традиции и так далее. Поэтому я бы сказал, что здесь у нас альянс по обеим сторонам европейского континента. Продолжение следует...